добрый день друзья ну и как всегда пойдем гулять в садах различных вопросов в поисках ответов даст бог мы что-нибудь сегодня найдем интересное полезное для для вас для меня значит первый вопрос на такой тяжелый человек пишет что не может быть прошлое поскольку его девушка уходила на три года там другому кто вернулась и просила прощения но так сказать она жила с тем человеком честь потеряла они женились и вот человек мучается и спрашивает как ему это преодолеть даже не могу вам ничего обещать по части легкости данной ситуации потому что вы все время будете возвращаться мыслью к этому периоду ее отсутствие и на ваше воображение будет рисовать вам разные картины которые будут рвать ваше сердце видите как пишет об этом в песне песней это положи меня как печать на сердце твое как перстень на руку твою ибо крепка как смерть любовь и люта как преисподняя ревность то есть испытывает чувство ревности мы приобщаемся какие-то преисподнему состоянию люта как преисподняя ревность стрелы и и стрелы огненные ревности она пламени весьма сильный большие воды не могут потушить любви и реки не зальют ее если бы кто давал все богатство дома своего за любовь он был бы отвергнут с презрением это последняя глава песни песни так что как видите вы испытываете ничто иное как муки ревности и муки эти равны огню преисподней думаю что время будет лечить ваше отношение ваше ваше сердце если отношения ваши будут на правильное и стабильное вам нужно воздерживаться от упреков чтобы не там это ты вот там и напоминать там все прошлое это будет только расстраивать рану и раздражать и вас и ее надеюсь что когда она родит вам детей то вместе с трудом вынашивания и болью рождения и с превращением вас из мужа и жены в отца и мать если вас будет может быть один-два дальше дети там еще там вот я думаю что вот дети как новая жизнь они способны стереть эти старые файлы по крайней мере обессилить это чувство ревности и прочее то есть время время вместе с добрыми этими поступками событиями способна залечить ваше сердце а так ищите утешение в священном писании и в молитве и раз вы приняли ее и женились на ней живете с ней вместе протянули и руку и далее свою руку сердце то надо любить свою супругу и не оборачиваться назад а насколько это тяжело мы с вами прочитали только что отрывок небольшой из песни песней а вот вам еще пожалуйста есть такая книга пророка оси она идет сразу после книги даниила господь очень страдал от того что если можно так сказать потому что бога существо бесстрастное но не некую муку богу доставляли если хотите дела человеческие когда на ритон нежно любил израиль как муж жену свою а израиль вел себя как прелюбодейка как жена прелюбодей истощая от мужа своего этот образ такой он центральный для библии он такой сквозной такой проходит красной нитью через многие книги и вот некого пророку оси господь говорит ему иди полюби женщину любимую мужем но прелюбодействующую подобно тому как любит господь сынов израилевых они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их прелюбодействует против бога своего и приобрел я ее себе за 15 сребренников и за хомер ячменя и пол хомера ячменя и сказал ей много дней оставайся у меня не блуди не будь с другими также я буду для тебя ибо долгое время сына израилевы будут оставаться без царя без князя князя без жертвы без и фоды и без терафима тогда после сего обратятся взыщут господа бога своего и давида царя своего и будут благоговеть перед господом благостью последние дни то есть господь бог оскорбленный в чувствах мужа от прелюбодействующего перед ним израиля повелевает пророку испытать то же самое повелевает полюбить блудницу которая продолжит быть блудница и он будет мучиться то есть насколько это все больно можете понять из того что эта тема встречается в самой библии много раз то есть верность со стороны одного и неверной страны другого это такое значит великое испытание поэтому никак иначе только без божьей благодати это перед пережить и перенести из достоинства выйти из этого невозможно я думаю что может быть это есть главный подвиг вашей жизни владимир то есть у человеку каждому там предпредлежит совершить нечто выдающиеся и сверхси сверх его природных сил не что такое сверх великое там но это касается это того же там рождения детей воспитания их это это архи задача это это очень сложно человеку отдать себе всего значит в потомство вложить свои силы там это может быть куда научный подвиг он сейчас спортсмены из кожи вылазит для того чтобы совершить свой спортивный подвиг прославить страну значит военные там имеет свои подвиги так далее вот а вот у вас мне кажется это это будет дело всей вашей жизни настоящий подвиг потому что очень малое число людей способны на такое терпеливо благородное поведение в данном случае чтобы не позволять себя вспоминать упрекать разворачивать эту рану и так далее если получится у вас будете великий человек так что дай бог время залечит ваше сердце подтвердит верность вашей жены вам перевернет эти старые страницы печально обидные и рожденные вами дети принесут новую радость ваш мир и скрепит ваш союз чтобы были просто просто мужем и женой но больше были отцом и матерью и надеюсь так вам придет долгожданный мир чтобы сердце ваше больше не мучилось мыслями о прошлом дай бог так вот теперь вопрос по воспитанию детей в частности дочки пишет пишет некий добрый человек что у нее есть дочь 10-месячная смотрите какой хорошая вещь по утрам беру ее на руки читаю с ней утренние молитвы вожу храм уже причащали ребенка да ну и вопрос как дальше там воспитывать ребенка и прочее но то что вы уже делаете дмитрий это вообще прекрасно и так делают многие дети родители они берут детей своих там подносит их к святыням там держит их на руках когда читает молитву чтобы голос молящегося отца или молящейся матери чтобы он навязывался так сказать на память ребенка он будет уже погружен в эту стихию молитвы это это очень важно самого детства потом смотрите есть такая традиция у тех кто раньше всех поверил бога и знал что бог один и что он свят и что желает блага человеку это народ еврейский то есть вот это все что-то старые книги ветхого завета это все их история что у них есть такая традиция когда рождается девочка про девочку спрашивать там мама должна на ней принести некие благословения например она должна поблагословить ее именем бога отцов своих там бога вышнего и пожелать ей чтобы господь призрел на нее то есть там да благословить тебе дочь моя бог отцов наших как он благословил сару и ревеку ривку и да приведет тебе отец твой дочь моя под свадебный балдахин они когда жениться у них такое хупа такая балдахин такой делают брачующимися такой никак шатер такой небольшой и и вот мама должна произнести благословение дочерью в этом благословении выражается благопожелание чтобы господь сделал так чтобы вот эту девочку когда она вырастет ее отец к тому времени еще живой и здоровый и ее отец не очень не другой дядя именно ее родной отец чтобы он привел ее под свадебный балдахин такое самое главное пожелание что можно девочки пожелать ну а поскольку речь идет о маленьком ребенке значит вам нужно безусловно переживать вот в этом вот возрасте нежном а ее здоровье то есть нужно ребенка как-то так мудро и аккуратно закалять развивать чтобы она была двигалась там не знаю там что то здесь какой-то спорт можно выбрать с ранних лет там чтобы ребенок был подвижен силен закален физически закален воспитан да а потом по мере уже такого ночи возра и продолжать делать то что вы делаете читать не вместе молитвы читать мне библию для детей чтобы главное опорные такие события библейской истории там вот все что касается но я давида авраама чтобы это все ребенок знал и про иисуса христа господа все это все будет потихонечку по капли по капли каждый вечер по страничке она свое дело сделать а потом начисто надо было чтобы она была трудолюбива надо будет чтобы мама главным образом научила и всей женской работе она не боялась не мясорубки не сковородки не кастрюли никакой нибудь там значит терки шинковальнице значит там не духовки не веника там ничего чтобы она весила и так сказать в удовольствие в охотку значит помогала по дому и любила 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 труд это главное ее похвалы там если почитаем о том как выбирал обимелех слуга авраама невесту своему хозяину исааку то он выбирал невесту на водопое он с верблюдами своими подошел к колодцу и в это время вышли девушки из города почерпать воду из раньше девушки женщины имели среди всех своих обязанностей еще тяжелую обязанность ежедневно воду начерпывать не было же у них бедных водопровода дома а чтобы этом сварить помыть постирать это все надо было на гробу носить там в кувшинах там или ведрах эту воду сокровища на востоке вот он он смотрел на тех девиц которые с хохотом там с кувшинами пустыми бежали этом веселушки такие молодые к этому колодцу думал кто же из них был бы значит женой господин сыну господина моего и он так подумал что та из них которая сама предложит мне рядовая начерпаю тебе тоже воды верблюдом твоим вот она значит и будет наверное вот такая добрая такая не боящаяся потрудиться для чужого человека и действительно ревека так и предложила значит давай я тебя значит начерпаю иначе пусть пьют верблюда твоя тебе еще начерпаю и она как-то так с удовольствием весело как бы без без лишних просьб согласилась потрудиться это в общем то на самом деле труд то есть опустим достать вытащить это все такая мускульная работа на жаре вот и он облюбовал эту девицу видел что у нее добрая душа и познакомился родителями она оказалась родственницей авраама дальний и он привел в исааку то есть он нашел жену как говорят не в хороводе а в огороде нашел ее посреди работы это будет похвалой потом надо будет почитать обязательно все что пишут про хоро про хорошую жену и как контраст про нехорошую жену пишет например притчи соломоновой или иисус сенсирах вот притчи соломоновой заканчиваются похвалой доброй жене кто найдет добродетельную жену цена ее выше жемчугов уверенно в ней сердце мужа ее она не останется без прибытка и там такая прям длинная речь похвалы о том какая она должна быть и что она там задумает она поле и приобретаете вот плода рук своих насаждает виноградники там длань свой открывает бедному не боится стужи семья и и потому что одета в двойные одежды вот она делает покрывало и продает пояса на купцам финикийским там крепости красота одежды и устая и открыты с мудростью кроткое наставление на языке ее она наблюдает за хозяйством там длинная глава заключается в сплошной такой с песни в честь доброй жены поэтому надо чтобы она была благочестива и трудолюбива видимо родительское благословение имя божие несущее счастье здоровья необходимая девушки женщине и потом трудолюбие с целомудрием это как бы пожалуй самые важные опорные качества как говорится значит красота обманчиво миловидность суетно женщина боящаяся бога достойно похвалы и любую красоту можно разлюбить через полгода и там любая сногсшибательная красавица если кому достанется в жены значит она может опротивить сердцу мужа в краткое время это это не секрет никакой одно дело человека значит увлечь собой а другое дело на всю жизнь сделать так что он полюбил ее это это совершенно разновеликие задачи поэтому здесь нужно божие благословение на ребенка дочери человеческие это это слабое звено они во всей истории библейской они привлекают себя особенное внимание потому что через них можно ввести в мир много много зла об этом знает эта область падших духов это мы еще книги бытия читаем когда сыны божии полюбили дочерей человеческих так что благословение писание закалка спорт чтобы она была здоровенько крепенько а потом труд всякий труд на пользу радостный веселый как там у достоевского в подростке пишется что девушка молодая девушка здорово яблоком пахнет она с весельем помоет окна с весельем накроет на стол с весельем уберет со стола как бы возле нее жить хочется как бы даже вот и но и целомудрие трудолюбие вера целомудрие трудолюбие это все архиважно господь да поможет великое дело так вот женщина пишет что у нее муж богохульствует катерина пишет что уже пять лет браки прошло и было несколько подобных эпизодов до богохульствует но если если вы правильно называете то что он говорит потому что то есть его язык произносит не 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 считаю какой-то грязь на самого вышнего на того кто выше всех или на преснодеву марию богородицу или на что-нибудь другое святое если это так то это есть богохульство то есть про нож не может быть это это конечно ужасно ужасно даже не то что его уста изрыгают это уста у нас то что что язык это предатель сердца то есть если через черноротый человек наш он черно сердечный если его язык изрыгает это гадость начиная сердце в это у нас это гадость живет его сердце вот именно это в нем и живет человек не может сказать ничего того чего в нём внутри нет. Вот в чём проблема. Ну, конечно, нужно язык свой воздерживать, особенно поссоришься с человеком, то сможешь помириться, хотя это не так легко. А если похулишь Бога, то как помиришься? Надо иметь, конечно, Божий страх, элементарный Божий страх. Как у того Вовочки из анекдота хотя бы, да, когда в советской школе ему говорили, что дети Бога нет, покажи ему дулю. Он совершенно здравомыслящий мальчик сказал, что если нет, то кому дулю показывать, а если он есть, то зачем с ним ссориться? То есть надо хотя бы такую анекдотическую мудрость иметь, для того, чтобы не говорить ничего о том, что ты не знаешь, или ничего о том, что выше тебя. Как вам это с этим себя вести? Спокойно к этому относиться невозможно, это правда. Вступать в тяжбы, объяснения, конечно, тоже ничем не закончится, что вы там ему докажете? Но богохульство его отдаляет меня от него, да, это правда. Двое детей, и все происходит при них. Муж крещен, как это обычно бывает, но не воцерковлен. Но вы должны говорить ему, безусловно, говорить ему, что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Не говори этого. Будь умным, ты подвергаешь жизнь своей опасности, навлекаешь на себя беду. Если он на тебя прогневается, кто защитит тебя? То есть не болтай лишнего. Ну, как бы, единственное, что у вас есть, это какие-то такие увещания, но и то дозированные, потому что если вы каждый день будете это говорить, то он будет разражаться еще какой-то там ненужной бранью, может быть, даже еще лишний что-нибудь скажет. А если вы время от времени будете об этом говорить ему, то, может быть, оно как-то ляжет ему на голову. Да просветит Господь Бог сознание вашего супруга, чтобы он воздерживался от того, что может погубить его, до корня испепелить. Слова – это не шутка. Слово потом… Каждое слово, рожденное человеком, оно, как Феофан Затворник пишет, говорит, «Имей такую мысль в себе, что ты, рождая слово, ты увидишь его стоящим перед собой на страшном суде». И то, что ты уже наговорил кому-то или о чем-то, или просто в воздух накричал всякие там кричалки ругательные, оно потом встанет перед тобой. То есть это будет очень стыдный день. Так что я, к счастью, не так часто встречался именно с богохульниками. Вот я читал у Николая Сербского, как он писал, что между Первой мировой войной и Второй мировой войной он пишет о сербах. Говорит, почему-то вот в этом народе христианском страшно развелось вот это богохульство. Они когда играли в карты, они за каждым этим шлепком, картами по столу, значит, там что-то произносили какую-то гадость такую, гадость за гадостью. И он там много сил потратил среди своей паствы, чтобы как-то попытаться их остановить, что ли, там, образумить. Говорит, что вы делаете? Что? Не знаю, откуда это берется. Какая-то озлобленность, отчаяние, какое-то что-то должно в человеке такое накопиться, какое-то злое такое, бесовское такое. Ну, в общем, тяжело вам будет, мудрой женщине тяжело с мужем, который хулит святого. Но нужно образумливать его по мере сил и молиться Богу, чтобы Бог не наказывал его. Вразумил и не наказывал. Так, Наталья говорит, ей говорят, что если молящийся за семью умирает, то в семье могут происходить неприятности. Но ведь умершие же могут молиться за своих ближних как бы и там. Ну да, конечно, могут. Только не все и не всегда, потому что, чтобы молиться там, это нужно окрылить свой дух таким образом, чтобы уже ничто телесно ему не мешало. Обычно не так уж много таких легкопарящих героических душ, которые превращаются в саму молитву. И вот они потом уже уходя отсюда, уже потеряв как бы и органы речи, как бы и дыхание, зрение, слух, это все телесное как бы легло в землю на время. А душа сама по себе как бы научилась молиться, как бы и там продолжает иметь любовь. Чтобы молиться надо иметь что? Надо иметь любовь к тому, за кого ты молишься и к Богу, к которому ты молишься, иметь веру, превратившуюся в знание и закалку духа, закаленный дух. Таких людей очень немного. Хотя они, конечно, есть. Я лично встречал таких людей, которых вымаливали их сродники. Какая-то бабушка благочестивая, помню, одному священнику, я уже рассказывал об этом, он там перешел с одной юрисдикции в другую по малодушию или его как-то там, она прям явилась, ему там ночью, что ты сделал, ты мне лишил всякого покоя, там я не могу видеть, как ты изменил присяги церковные и так далее. Это патриарха Тихона интересный такой есть случай, когда он еще был маленьким мальчиком, патриарх Тихон Беламин, страдалец, исповедник, когда они с папой, папа был простой священник, и они косили, на покосе были, крестьянствовали и отдыхали как-то в полдень после трудов. И бабушка, мама этого священника, у которого было трое сыновей, один из которых был Василий, будущий патриарх, она явилась, в житии Тихона это пишется, своему сыну, священнику, и говорит ему, что вот трое детей твоих, этот будет простой, этот умрет рано, а этот будет велик, на Васю показала. И Васю стал всероссийским патриархом, первым за 200 лет после с петровских времен восстановленное патриаршество. То есть могут эти приходить, да, могут, но это не значит, что все покойники таковы. Это, видимо, те люди, которые еще при жизни, очевидно, совершили нечто большее, чем просто молились. Они как бы уже зашли в область знания духовного. Для них смерть потеряла свою вот угрожающую грозность. Они хотели к Богу возлететь, воспарить по смерти. И сохранили вот эту свободу, дерзновение перед Господом. Так что далеко не у каждого бывает. Хотя вот, а вот именно бывает так, как вы пишете, потому что у меня было такой случай, такой, когда старушечку такую, такой, просто как барабушек такая, вся высохла такая от старости, от трудов, от лет прожитых. Ну, только сидела, молилась. И такая, дети, внуки работали. Она сидела, весь день сидела, из села забрали ее в город. Там ее прощищали перед смертью, соборовали. И потом, когда ее хоронили, потом внуки ее рассказывали нам, духовенству, там, людям, церкви, значит, что вот пока бабушка жила у нас, у нас, говорит, у нас просто как будто, как будто все детали нашей жизни были смазаны маслом машинным. Все работало, как немецкие часы. Вот сейчас бабушка ушла от нас, как бы, у нас как-то так начинаются какие-то проблемы, там по бизнесу, по работе, там как будто забрали молитву из жизни. Они как бы рассказывали, что мы почувствовали, как ушел из жизни человек, который молился за нас постоянно. И вот здесь вот прямо она вот сидела, и вся ее работа была это Богу молиться. И это было очень помощно, это было им в помощь. Так что по-всякому бывает. И те, которые продолжают молиться за гробом, и те, которые уже не могут этого делать, потому что для этого нужно иметь особые заслуги какие-то перед Господом. Ну вот. А вот помогут ли неверующим там всякие святые вещи, например, отточащие иконы, или без веры ничего не поможет? Да. Например, вы недавно говорили, что крещенская вода для неверующих не крещенская. То есть неверующие не видят чудо, а если видят, то оно им не поможет. Ответ может быть и очевиден, но не для меня. Для меня не очень. Да. Ну, видите, Лариса, видите ли, что вам сказать? Надо говорить, наверное, из Писаний. Господь Иисус Христос упрекал несколько городов. У него есть такой упрек в сторону городов, среди которых он проповедовал. Капернаум, например, это город, с которым он часто бывал, там чудеса совершал. И Хоразин, Вифсаида. Вифсаида – это город, где родились Петр и Андрей, два родных брата, два апостола. И он говорил, горе тебе Хоразин, горе тебе Вифсаида, Вифсаида. Сейчас, кажется, эти города тоже есть. Знаешь, что если бы в Тире и Сидоне, в этих финикийских огромных этих империях, городах, таких городах-империях, были силы, явленные в тебе, то они бы до сегодняшнего дня бы стояли и покаялись бы, во вредящие пепли бы стояли, покаялись бы. То есть, мы, кстати, не знаем, какие чудеса Господь Иисус Христос совершил в Хоразине и Вифсаиде. Они не описываются. Но, видимо, что совершил, и не одно, что если бы это же самое было совершено в Тире и Сидоне, то они бы стояли до сегодняшнего дня, говорит, покаялись бы. Если бы в Содоме было то же самое, Содом бы стоял до сегодняшнего дня. То есть, здесь одновременно говорится о чем? О том, что жители Тира и Сидона, увидев чудеса, покаялись бы, они были к этому способны. А вот евреи, современные Иисусу Христу, в Хоразине и Вифсаиде, не покаялись. Они были неспособны. Значит, на одних чудо действует благотворно, а на других не действует никак. А вот на кого как, это уже сама жизнь показывает. Здесь мы заранее знать не можем. Один увидит и скажет, о, все, я понял, я понял, Господи помилуй, скажет. А второй, сколько ему не покажи, он скажет, да, это все массовый психоз. Это все придумали, это все кому-то там. Короче, не действует. Как горох об стенку отлетает и не действует. На кого как, да? Вот когда Иона пошел в Ниневию, то люди покаялись только от одного слова. Он сказал, еще три дня и Ниневия будет разрушена. Ниневитяне, жители огромного города, богатого, сильного, такого, воинственного, который окружающие земли завоевывает, оружие изостренное направляет на врагов, они услышали проповедь этого какого-то странного человека, который пришел неизвестно откуда. И они покаялись. Они даже чудес не видели никаких, не просто им сказали, они покаялись. Если у человека есть это вместилище веры внутри, то ему нужно просто слово сказать. Не нужно чудеса, даже слова хватит одного. Если будет чудо, то чудо еще только поможет. А на некоторых не действует вообще ничего, ни слова, ни чудо, ничего. Почему так, я не знаю. Вот фараон, например, когда мы читаем про эти казни египетские. Думаешь, он же там говорил, боже, я согрешил, после третьей казни он общается, все, я согрешил, он пугался, набирался страха, успокаивался. Все, ладно, я вас отпускаю. А потом вдруг опять поднималось это как бы ретивое такое, что внутри. Такой, нет, все, и он начинал еще жестче относиться к этим евреям бедным. И тогда были и следующие казни, и следующие казни, вплоть до десятой, самой тяжелой. То есть, можно было бы раньше как бы, да, остановиться, он не мог. Так что, здесь вопрос остается открытым. Если ты будешь, почему нельзя святыню показывать, кому попало? Он говорит, не давайте святыню псам, Господь говорит. И не мечите бисер перед свиньями, чтобы они не потоптали его ногами и, обратившись, не расторгли вас. То есть, нельзя, почему мы, когда, значит, причащаемся, не бы врагом твоим тайну повем. То есть, не буду я никому об этом говорить, потому что, скажешь кому-то о причастии, он будет смеяться над тобой. Какое тело, какая кровь? В чем вы говорите? Вы сумасшедшие там все. А некоторые считали, допустим, в первые века христиан осуждали на намуки за то, что обвиняли по обвинению в каннибализме, что якобы они едят и пьют там тело и кровь какого-то Сына Божьего. То есть, что слышали, там слышал звон, не знаю, где он, что там по ночам собираются, кого-то там едят и пьют. Наверное, каннибалы какие-то, да? То есть, поэтому такое говорит, не говорите о святом с грешниками, то есть, не говорите про свое с чужими. Небо врагом твоим тайну повем, не лоб заняти дам я ко Иуду. Потому что нельзя это все выдавать. А вот у нас там святая водичка, а вот у нас там мироточивые иконы, а он тебе бряк какую-нибудь гадость такую в эту сторону. И ты зачем-то, да? Зачем-то? То есть, не говорите с мирскими о духовном. О святом, с грешниками не надо говорить. У грешника мозги грешные, он не может понять, что это святое. Он будет как бы хулить, смеяться или там пренебрегать. Поэтому людей исправляет вообще-то лучше всего не чудо. Чудо может испугать человека. Ну, там, сколько мы чудес вот этих всяких разных там читаем в Писании. Там ослица заговорила там с Валаамом, там, когда он шел проклясть Израиля, что он там покаялся после этого? Не. Вот, то есть не вразумляет людей чудес. Слово вразумляет людей больше. Вот тайна слова, она глубже, чем тайна чуда. Как правило, о всех покаявшихся мы знаем, что они покаялись от слова. Иногда люди от чужого примера приходят в умиление, когда они видят перед собой кого-то, неважно, это там старичок или старушка, или там добрый юноша, или девушка, или священник, или монах, или кто хочет, это неважно. Но они видят, что кто-то вот есть такой, что в нем какая-то другая жизнь. И вот это вот сияние другой жизни через человека, оно может исправить другого человека. Слово и пример. А чудо, как правило, значит, оно еще больше ожесточает даже. Вот в наш период советской истории, вот на это самое, там, где Иверская икона, Иверская часовня при въезде на Красную площадь, да, там же икона Николая Чудотворца напротив Казанского храма, такая на стене, вот у нее там забавляли, стреляли большевики, там, значит, и обстреляли ее всю, со всех сторон, прям новый нимб из пуль, из дырок сделали, а никто не попал в Николая самого. Они прям удивляют, что такое, и стреляют, целятся, прям с близкого расстояния, целятся, стреляют, а оно летит мимо, как бы, значит, ну, ну, чудо, для верующих это было чудо, а для неверующих нет. Никакого чуда, потому что просто мы плохо стреляем, понимаете? То есть так, что здесь такая тонкая материя, я боюсь, что у кого сердце каменное, значит, как наковальня такая твердая такая. Что ты ему там покажешь? Поэтому и нужно не расточать вот этот джемчуг перед уже названными персонажами и не давать святыню псам. Серьезные слова очень. Да. Михаил пишет, почему молитва об умерших грешниках может их спасти? Да. Если ты, ну, и там дальше такой длинный вопрос, ну, там, что если, дескать, вымаливать откровенного разбойника, там, сильного грешника, да, который при жизни там тот-то-то-то-то-то-то делал и не покаялся, если его можно вымалить там жене и детям, то что, что, да, у него есть шанс оказаться в Царстве Небесном? Ну, в общем, такой вопрос, да. То есть, если можно вымалить любого грешника, то тогда в чём смысл жизни, да? То есть, справедливо ли это, что чужая молитва может завести в рай там какого-нибудь отъявленного беззаконника, то есть, в этом смысле. Но должен вам сказать, уважаемый Михаил, что никогда мы не полагаем на надежду, на то, что живи как хочешь, кто-нибудь тебя вымалит. Это ложная надежда, совершенно ложная. Может быть, какой-то период средневековый, когда на Западе развелась эта идея, значит, заместительного ходатайства, это индульгенция, там целое богословие вокруг этого всё выросло. Может быть, тогда там люди думали, что оставляя на церковь там какие-то земельные участки там или денежные вознаграждения, заказывая там литургию заупокойную там на 10 лет вперёд, что мы, так сказать, спасём там любого грешника, там, что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, всё равно мы тебя, дескать, вымалим. Но это в какие-то периоды церковной истории такие идеи могли возникнуть. Но потом, при тщательном рассмотрении, церковь это всё отвергала и приходилось к ясному пониманию того, что тайна спасения это тайна взаимоотношений между Богом и человеком. И самое главное здесь это именно веришь ты или не веришь, есть покаяние или нет, ты помирился с ближними или не помирился, отдал долги или не отдал, пролил слёзы о грехах или нет, принял причастие с верой или нет. Если ничего там нет, не за что зацепиться, ну тогда что? Тогда всё. Конечно, можно умолять благость Божию и, конечно, можно облегчить страдания человека. Там же, если помните в притче о богаче и Лазаре находящийся в аду немилосердный богач, ну тоже бы немилосердный, просто он был невнимательный к этому. Ну там не царское это дело на всяких Лазаре этих самых бедных смотреть. Он жил, просто не замечая его. Он мог бы, конечно, и накормить его и одеть, как бы это не трудно было ему. Он просто не замечал его. Оказался в аду и там всё заметил сразу. И Лазаря узнал, там Аврама узнал. И он просил всего-то лишь навсего, чтобы Лазарь прохладил палец свой в воде и ему остудил язык, ибо он сильно страдал в этом пламени. То есть вот это желание, он же не хотел, чтобы его спасли из ада. Он даже не дерзал на это. У него не было такой смелости в такой просьбе. Он просто хотел, чтобы ему язык прохладили, то есть несколько уменьшили его страдания. Вот это, наверное, мера доступная. То есть уменьшить страдания, облегчить человека. Вот болеет, например, человек. Ты посидишь возле него, например, часик, подержишь его за руку, поговоришь с ним, если ему не тяжело видеть возле себя посидеть. Поправишь ему подушку, дашь ему стакан воды, глоточек глотнуть. Это вот то, что ты можешь ему... Ты не можешь забрать его болезнь, взять и сделать его здоровым. Не можешь. Но можешь как-то облегчить её. Вот примерно так же нужно относиться, в общем-то, к усопшим. Радикально менять условия жизни усопшего за гробом, но я не думаю, что в наших силах. Чтобы там какой-нибудь условный Ленин, например, вот сейчас мы вступили в полосу, сейчас, знаете, по-новому рассматривать следственный комитет, все эти генетики, врачи, биологи, юристы, криминалисты, опять рассматривают заново, решают там вопрос останков царской семьи. Ну и опять как бы доследуется, расследуется заодно это дело об убийстве царской семьи. Вот представьте себе, это же преступление века. Это та точка, после которой поломан ход исторический России, как бы уже то, что было, уже не вернёшь. Кровопролитие, да? Что думаете, убийца вот так вот, например, так легко, и просто мы там за него полгодика помолились, как бы он, фух, так и пошёл белым голубем в Царство Небесное. Да нет, так не может быть. Человек это человек, он сохраняет всё своё с собой. Как-то так, так что ваше переживание, оно совершенно неуместно. Вот если бы, например, церковь сказала, живите как хотите, делайте, что хотите. Можете жениться, разводиться, потом опять жениться, опять разводиться, как бы, можете рожать детей, можете аборты делать, делайте, что хотите. Пьянствуйте, блудите, зарабатывайте, воруйте, гордитесь, считайте себя самыми лучшими, потом помрёте, мы вас вымолим. Не переживайте, мы вас вымолим. Только не забудьте оставить нам какой-нибудь жирный кусок от заработанного. Всё, мы сейчас закажем за упокойное богослужение, одно, второе, третье, и в течение 20, например, дней или трёх месяцев мы вымолим вас, не переживайте. Вот если вы такую дурость услышите, то ваша совесть скажет, нет, такого быть не может, ну что вы, Писание так не говорит, нигде мы в Библии такого не находим. А где, кто из святых такое говорил, кто из святых такое дерзал такое? Поэтому ваш вопрос, он совершенно, как бы, ну, сформулирован, как бы, неуместно, исходя из, то есть у вас ложный страх, церковь так никогда не учила. Она говорит, наоборот, не надейтесь на князя, на сына человеческие, не надейтесь там на свои какие-то добрые дела, там, на друга, брата, там, свата, кума, не надейся, что тебя там вымолят. Надейся только на милость Христову, на крест Господень, на страдания Христа на кресте надейся, на его любовь к тебе, на то, что он простит тебя, если ты покаешься. Вот на это надейся, а на другое, так что, мы не можем не молиться за покойника, мы просто любим их, но нам жалко их, вот умер человек, мне жалко его, если я знаю его, я помню его, его забыть не могу, сообщаю, ты знаешь, вот такой-то умер, боже, как умер, неужели он умер? Да, умер, умер, да как же, ему всего лишь там, что там 51 год был, да, умер, ну, и я вот помню его, я не могу за него не молиться, мне хочется помолиться за него, вспомни его, Господи, помилуй его, прости его, что там у него есть на душе, там, очисти, ослаби, остави, прости Боже, согрешение его и наше, вольно и невольно, это наше, мы не можем этого не делать, то есть молитва за упокойное рождается из сострадания и из любви к покойнику и из веры в то, что душа не умирает человеческая, тело легло в землю, душа пошла в другую жизнь, и мы сопровождаем эту душу молитвой, молимся милосердному Господу, но мы никогда не говорим так, что кто бы ты ни был, как бы ты ни жил, будь ты хоть, не знаю, хоть Мао-Зыдун, хоть Ленин, хоть Троцкий, как бы, значит, мы тебя вымолим, не переживай, так это было бы ужасно, если бы такое кто-нибудь сказал, мы не дерзаем, так что вам не о чем переживать, если хотите быть пророком, это очень легко, скажите праведнику, тебе будет хорошо, скажите грешнику, горе тебе, не сейчас, так чуть попозже, тебе 100% горе, то есть горе всякому нераскаянному грешнику, это точно, вот скажи и не ошибешься, и каждому праведнику благо, то есть благо тебе будет, хорошо тебе будет человек Божий, значит, вот это твердо, так что, так, а тут вот следующий вопрос, тут о молитве, о Пресвятой Троице, да, кому молиться из трех ипостасей, говорит человек, Михаил, Майкл, Михаэль, может мне Франк, значит, ну смотрите, в силу, в силу, это довольно высокий предмет, но тем не менее, в силу неразрывности, это единство сущности, кого бы ты не помянул из этой Пребожественной Троицы, ты помянешь сразу и второго, и третьего, то есть, например, слава тебе, Иисусе Христе, и там добавляем, с Отцом безначальным и Божественным Духом, то есть, мы поминаем всегда их вместе, или мы говорим Небесному Отцу, там, тебе, Отче Небесный, слава и держава во веки веков, аминь, слава тебе с Единородным твоим Сыном и Пресвятым, благим, и Житворящим твоим Духом, то есть, мы поминаем их всех вместе. В литургии, когда мы приходим в литургическое собрание, мы приходим к Отцу через Сына во Святом Духе, это древняя формула литургического собрания, то есть, мы приходим к Отцу через Сына, а Сын – это живой путь. Он сам говорит, что никто не придет к Отцу иначе только через меня, только мною. Он путь истины и жизни, он живой путь к Отцу, Иисус. Приходим к Отцу через Иисуса во Святом Духе. Слышат они нас одинаково, потому что Духом Божиим полна вся земля, и нет ничего, чтобы скрылось от Отца или от Сына, или от Святого Духа. Об Отце сказано и о Сыне одно и то же, что Сын говорит, что все дал мне Отец в руки мои. То есть, на небе и на земле всякая власть у Сына и у Духа Святого всякая власть на небе и на земле. То есть, все, но все наше познание об Отце и Духе, оно коренится в Сыне. То есть, корень нашего богопознания – это Сын Божий, Иисус Христос. Потому что через Него мы познали Отца, так мы и говорим в молитвах, благословляем Тебя, Иисусе, Сыне Божий, потому что через Тебя мы Отца узнали. Если бы Сын не пришел в мир, мы бы не знали Небесного Отца. Сын стал таким, как мы, сделал нас братьями и усыновил нас Отцу, и открыл нам Отца, и научил нас молиться Отцу. Поэтому Отец нам известен только благодаря Сыну. А Дух Святой сошел на землю в виде огненных язык в Пятидесятницу после смерти Сына Божьего и после Его Воскресения и после Вознесения. То есть, Он говорит, что я умолю Отца, и Он иного утешителя даст вам Духа истины, который от Отца исходит, которого мир не может принять, который в вас пребывает и в вас будет. И Сын Божий по Воскресении взошел на небо и умолил Отца и сошел в Дух. То есть, мы и Духа Святого тоже имеем через Сына, и Отца узнали через Сына, и Духа получили через Сына. То есть, по сути, на Сыне концентрируется все наше богопознание. Все, что мы имеем, имеем через Сына. И хвалим имя Сына Божьего Иисуса Христа вместе с Отцом Безначальным и Божественным Духом. Отец, говорите, значит, серьезнее и строже, да? Значит, ну нет, так нельзя сказать. Нельзя сказать. Может быть, такие представления были у людей, или это, ну может, Отец строже, Сын, судить-то нас будет Сын, и суд его будет неподкупный и строгий. Отец не судит никого, как мы читаем в слове, значит, Отец никого не судит, но весь суд дал Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. А кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Так нам пишет Иоанн Богослов. Поэтому здесь как-то наделять какими-то атрибутами разности, дескать, Отец более строгий, там, Сын более добрый, это неправильно. Нет. Да. Христос соединяет нас с Отцом через Духа Святого. Можно ли так сказать? Можно так сказать? Можно, да. Христос приводит нас к Отцу в Духе Святом, да. Можно так сказать. И, познавая Христа, мы узнаем Отца и получаем Духа. То есть, без Духа тоже ничего не происходит. То есть, никто, как там пишут кремлянам, никто не может назвать Иисуса Господом, только в Духе Святом. Дух учит нас верить в Сына, а Сын приводит нас к Отцу. То есть, это триединое действие Божие. В чем разница обращение ко Христу или к Духу Святому, или это не имеет большого значения? Ну, вы должны понимать, к кому из лиц вы обращаетесь. То есть, обычно, к утешителю мы обращаемся вот этим стихирой, я тут читаю, Царю Небесный. То есть, Царь Небесный, утешитель, Дух истины от Отца Исходящего. Значит, и же везде сый, вся исполняет, везде сущий, все наполняющий. Сокровища всех благ и жизнеподательств. Приди, вселись в нас и очисти нас всякой скверной, спаси блажь души наша. Это молитва Святому Духу. Она самая распространенная, самая краткая, очень поэтичная и догматически верная. Сыну молитв много. Самое лучшее это краткая молитва Иисусова. Господи, Иисусе Христе, помилуй мя. Господи, Иисусе Христе, помилуй мя. А если хотите пространнее молиться Иисусу Христу, то для этого есть Акафия сладчайшему Иисусу. Иисусе царю мой преславный, Иисусе Божий мой предобрый, Иисусе ягнче непорочный, Иисусе божество неописанное, господство неисчетное, власть и вечная, красота высочайшая. Там сделано все для того, чтобы человек мог насытиться хвалами в честь Господа Иисуса Христа. А отца мы призываем в молитве Отче нашим. Это самое известное среди христиан моление, которое дал нам Иисус Христос. Так что, ну и когда мы Отца призываем, мы это совершаем в Духе Святом. Потому что в Духе молиться должен человек. И через Сына. Ибо эта молитва это подарок Сына, Сына Божьего человеку. Так что в целом, как бы, тут все вроде как бы правильно, но просто предмет разговора очень высок, и здесь можно легко ошибиться именно из-за что-нибудь неправильно сказав, не желая того. Дмитрий, да, пишет тут, есть ли деление греха-блуда. Ну и там какие-то примеры. Ну есть, конечно, то есть любое там преступление имеет отягчающие или прощающие какие-нибудь там условия, да, то есть ясно, что там какие-то деления всякие есть, только не знаю, стоит ли нам этим заниматься. То есть есть там какие-то грехи по естеству или против естества, там, все, что хочешь там есть. Даже, как бы, нет особого желания как бы копаться в этом. Вот можно ли поминать о здравии при молитвах некрещенных людей, чтобы они встали на путь истины? Молиться о некрещенных людях вы, конечно, можете. Конечно, можете. Даже, может быть, не столько о здравии, так вот стандартно просто просить для них здравия, сколько вот именно то, что вы хотите для них, чтобы они стали на путь истины. Да познают все тебя, единого Бога Отца и того, которого ты послал Иисуса Христа. Да все в разум истины придут. То есть нет же воли Божьей, чтобы человек погиб, но чтобы все покаялись и в разум истины пришли. То есть надо просить людям, видимо, вот именно того, о чем вы и сказали, чтобы они, чтобы засиял, в сердцах их свет познания правды Божьей во лице Иисуса Христа. То есть Бог, повелевший из тьмы свету воссияти, там так пишется в одном месте, зажег, значит, свет благопознания в сердцах наших в лице Иисуса Христа. То есть вспышка света такая, как в первый день творения, озаряет человека, такая, все, я понял, Господь свят, Христос, Иисус имя Ему, то есть Он мой спаситель. Это должно произойти у человека, как это произойти, я не знаю, у кого как это происходит. У кого-то посреди страданий, у кого-то посреди чтения, у кого-то посреди паломничества, у кого-то посреди одиночества. Но молитва безусловно должна помогать людям узнавать Господа. Вот помните этот эпизод, когда иудеи, разъяренные, били камнями Стефана, свидетеля Иисусова, архидиакона в Иерусалиме. Это убийство Стефана положило начало гонению на христиан, и они начали рассеиваться из Иерусалима по окрестным городам. И Павел, тогда еще Саввел, юноша, с трех одежды убивавших и одобрял их поведение. То есть он, видимо, так азартно поддерживал их. Ему было по сердцу то, что этого Стефана, который он считал тогда богохульником, который хулит в святое место и Моисеев закон, что его убивают. А Стефан в это время молился. Молился, он видел открытое небо Иисуса стоящего, стоящего, не сидящего, стоящего в лесной славы, и молился Стефан о своих убийцах. Говорит, Господи, не постави им греха сего. Вот была такая у него любовь в душе к людям народа своего. И вот блаженный Августин говорит, что и потом в скорости этот Саввел пошел в Дамаск с письмами от архиереев, чтобы там делать то же самое, в Сирии. И по дороге его осеял свет, и Иисус его встретил на дороге, и произошло обращение Павла. Так вот, блаженный Августин говорит, что если бы не молитва Стефана, то Саввел бы так и не стал Павлом. Что вот это будущее обращение Саввела, это встреча Христом, этого гонителя, разговор с ним, это слепота Павлова, это перемена в душе, познание Господа. Говорит, кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Все это было бы невозможно по мысли блаженного Августина, если бы не молитва Стефана. Стефан молился, и это принесло пользу свою далеко и широко за пределами того, что он сам даже мог думать. Она разошлась, эта молитва кругами, и коснулась этого Саввела, и было его обращение. Я это все к тому говорю, что очевидно, если кто-нибудь узнает Бога из незнающих Его, если кто-то склонится перед Крестом Господним и призовет имя Иисуса Христа и осенит себя крестным знаменем со слезами благоговейной, если кто-нибудь начнет открывать Библию и находить в ней радость для души своей, будет как хлебом питаться, будет этими словами, то, конечно, все это будет происходить по чьей-то молитве. Кто-то, видимо, помолился, как-то это все стеклось, так это все в одно, что чья-то молитва, что-то благословение, что-то благопожелание помогло этой душе сдвинуться буквально на сантиметр и посмотреть на мир по-другому. Так что молитва должна быть за неверующих, должна быть. За некрещенных, неверующих, ожесточенных, упорствующих должна быть молитва, да. Все остальное, надеемся, приложится. Ну и вот еще, да, Христос воскресе, батюшка, воистину воскресе, Максим пишет, да. Пишет про советскую власть, о том, что родился в Позднем Союзе и слышит много ностальгических разговоров об этой стране. И спрашивает, неужели все было плохо в Российской империи? Вот советская власть строила заводы, фабрики, как будто их не было до этого. Вот советская власть делала то-то и то-то. А неужели, если бы ее не было, этой власть, неужели бы всего этого не было? Да, конечно, все это было бы. У нас привычным образом сравнивали все показатели роста экономики, другие вещи, с 2014 годом. Потому что 2014 год это был пиковый год развития царской России, поэтому и жилищное строительство, металлургию и все остальное сравнивали с 2014 годом. То есть Россия была на взлете. Ее сбили на взлете. И самые главные прорывные вещи, которые создавались в ранние советские годы, допустим, Гойл-Ро, там план электрификации России, был разработан в основных своих частях еще до революции. Еще это входило в планы царского правительства. Крымский мост, кстати, неоднократно разрабатывался и проектировался еще до революции, но помешала Первая мировая война. То есть необходимость связывания мостом этих двух частей суши понималась инженерами еще тогда, до этого. В планы Николая II было строительство метро, например, в первенствующих городах, в царских городах, в Москве. И транссиб продлить, вот эту байкаламурскую, эту ветку, значит, то, что потом эта стройка, тоже были планы. Планов было много. Конечно, это нельзя сказать, что там они просто дурака валяли, ничего не делали, как бы ели, пили, как бы плевали на себе на бороду. А потом пришли коммунисты, начали там строить, там все там строить, строить. Нет, нет, нет. Как раз строили и изобретали, придумывали все очень активно именно в царской России. Ну, представьте себе, например, такой Сикорский такой был, Игорь Сикорский, царство небесное. Это отец вертолетостроения. Он построил, сконструировал и создал самолет Илья Муромец. Это был такой пионер воздухоплавания, который потом воевал на фронтах Первой мировой, кстати, на котором сам царь катался. Такой опытный полет. Он потом эмигрировал, потому что он не мог смириться с крушением той России, которая была ему мила. И в Америке, в общем-то, стал заниматься конструированием вот этих геликоптеров. Он отец вертолетостроения. Если бы он остался здесь, Россия была бы пионером вертолетостроения. А так пионером стала Америка, потому что он эмигрировал, он не мог здесь жить. Его бы к стенке поставили в первые же годы советской власти как чуждый элемент. Слишком умный в очках, как бы, да, дворянин, до свидания. Что это? Это же массовый террор. Или, например, дом Ипатьева. Вот известный дом Ипатьева в Екатеринбурге, где было совершено это злодеяние по убийству царской семьи. Этот Ипатьев был инженером. У него был еще один брат. Тоже, конечно, Ипатьев, тоже инженер. Он инженер-химик был. Этот Ипатьев на его могиле написано, он тоже в Америке умер, к сожалению, а не на родине. Хотя очень любил Россию. Но ему написано «Творцу американской цивилизации» было написано. На могиле этого и так и написано сейчас. Ипатьев. Окажется, в Калифорнию он умер, если не ошибаюсь. Дело в том, что он изобрел способ добычи высокооктанового бензина. То есть, по сути, он дал топливо для автомобильной промышленности. Он работал какое-то время в России, уже в Советской России. Но однажды он услышал разговор молодых рабочих, студентов, каких-то там, которые сказали, вот мы воспользовались услугами царских специалистов. А было такое, что пользовались услугами специалистов царского времени, там, финансистов, ученых, там, врачей. А постепенно выращивали собственные кадры. А теперь у нас и собственные кадры, и теперь мы от всех этих стариков, этих буржуазных, всех, значит, под нож, к стенке. Кто услышал, он понял, что ему долго здесь жить не придется. Он уехал на какую-то конференцию в Германию, а потом оттуда эмирировал в Америку. Но зарегистрировал свои открытия таким образом в патентном бюро, что советская страна, то есть его родина, Россия, могла пользоваться беспошлинно всеми его, так сказать, научными разработками. И он, это вот отрасли химии, там, высокооктановые, там, эти соединения всякие, это он отец этого всего. Если бы он остался здесь, мы бы этим всем владели, как законно, как правоприемник и так далее, как родина его. А так получалось, значит, что когда американцы по ленд-лизу поставляли нам самолеты и там, значит, и продукты, и обмундирование, и танки, там что-то еще, они вместе с тем поставляли нам высокооктановый бензин. Нам бензин плыл, потому что вместе там цистерны с бензином тоже к этим самолетам уже поставляли, потому что наша нефтяная промышленность еще не делала такой степени очистки там это все, значит, сырье. Вот, пожалуйста, а что Королев думает, если бы ему зубы не выбили в лагерях, у него была поломана нижняя челюсть, он вообще ничего укусить не мог, он ел только жидкую пищу, чтобы всю нижнюю челюсть раскрошили, все зубы повыбивали на нижней челюсть. Что думаете, он без этого не запускал бы свои корабли? Если бы он жил у себя дома с женой и детьми, а не в шарашке, значит, не в тюрьме, не в лагере, что думаете, у нас бы не появились бы наши ращицы? Он был больной небом. Это была его любовь, болезнь, страсть, как бы он бы занимался этим небом, где бы, хоть в тюрьме, хоть на воле, как бы, но лучше же на воле, чем в тюрьме. Поэтому, конечно, Советский Союз гордится всеми этими достижениями, а корабли, слушайте, сколько, значит, было построено, которые потом уже плавали под красным флагом после революции, а железные дороги, большинство железных дорог было построено еще при царе-батюшке. Вот, вот эта сетка железных дорог, которая опутала европейскую часть, значит, России, она вся царского происхождения. Вот, они потом это все, безусловно, присвоят, вот мы там заводы, мы там пароходы, как бы все понятно. Как иначе еще? Сам себя не похвалишь, другой тебя не похвалит. Но, безусловно, если бы всего этого не было, если бы не было опустошительной гражданской войны, когда никто ничего не делал, только убивали друг друга, когда крестьянин уже боялся сеять и пахать, как бы, люди просто убивали друг друга и грабили бесконечно. Год за годом, год за годом. Ты красный, да, бах, на тебе, ты белый, на, бах, на тебе. Кровь по колено, как бы, значит, никто не работает. Это же был бросок обратно, это же потом там все писали об этом. Пока, значит, американцы строят свои небоскребы, значит, мы стреляем и убиваем друг друга. Пока там где-то немцы выдумывают свои там какие-то новые там прорывные какие-то технологии машиностроений, мы убиваем друг друга. Пока там англичане там развивают свой флот гражданский и военный, мы убиваем друг друга. У Булгакова было написано. Да мы отбросили себя только одними, только годами гражданской войны на 25 лет назад. И по потере человеческого генофонда, и по нанесению вреда экономике, и все остальное. А потом эти большие чистки, а потом эти коллективизации, а потом еще одна великая война. Слушайте, да все это просто ужасно, если так разобраться с этим. Конечно, все было бы хорошо и без этого. Было бы, но не было. Так, значит, уже даже мы, может быть, не имеем права говорить, что бы там было. Но, конечно, Россия бы жила, и ученые бы занимались своей наукой, не боялись, что к ним придут вечером, вытащат их на мороз и расстреляют. Обычно, если это ученому не угрожает, он работает лучше. И писатели бы писали книги, кинематографисты бы снимали кино. Эти самые... Люди бы геологоразведкой занимались, открывали бы новые месторождения топлива, там прочее, прочее. Все бы это было, а почему бы не было? Что, для того, чтобы это было, нужно было поубивать полстраны, что ли? Нет, конечно. Жили бы и трудились бы. Поэтому, только можно с горестью осознавать, как далеко отбросило Россию и русскую цивилизацию, как бы вот это вот братоубийственное молотило. Каина в грех. Грех Каина, когда брат убивал брата ради построения счастья на земле. Как мы видим, эта химера рухнула, остались только невинные трупы. Ну и последний на сегодня вопрос, Ольги, почему с причастием, там до причастия, после искушения? Мы даже говорили в прошлый раз. Или это индивидуально, не у всех так? А второй, ну как можно готовить причастие в оси... А, ну это в прошлый раз. Буквально это вопрос прошлого раза. Мы говорили о нем. И об искушениях до причастия, после причастия. Ну почему бы нет, конечно, а как иначе? Если человек идет в область света, конечно, область тьмы будет мешать человеку. А с восьмилетним ребенком там надо приучать его к храмовому богослужению. И не надоедать ему так, чтобы у него не возникло отвращения. И краткие молитвы, кратенькие молитвы, это понятные детскому уму. Нужно там находить такие самые короткие, самые поддающиеся для детского запоминания читать с ребенком. Но главное, чтобы он полюбил службу ребенка. Чтобы для него это не было тяжелая обязанность такая. Долго стоять, долго читать, долго не есть. Надо, чтобы ему нравилось богослужение. Чтобы оно его окрыляло, чтобы ему хорошо было в церкви. Вот это, конечно, задача. Ну и священника, и родителей. А вообще-то мы, да, в прошлый раз именно об этом мы предметно и довольно долго говорили. Время наше вышло, дорогие братья и сестры. Милосердный Христос, сильный Христос, крепкий в брани, воскресший из мертвых и любящий слуг своих и рабов своих, да сохранит нас именем своим и силой креста своего от всякого зла. Нас и вас. Спасайтесь во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава с Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь. До свидания.